Перед нами две видеокарты. Одна Radeon RX 460, а другая Radeon HD 7870. Это две разные видеокарты по своим составляющим, по своим характеристикам. RX 460 имеет объем памяти 4 ГБ, а HD 7870 имеет объем 2 ГБ. И это их главное различие в принципе. Если быстро пробежаться по характеристикам, то здесь мы обнаружим процессор, выполненный по техпроцессу 14 нанометров, а в этом случае 28. Частота видеочипа HD 7870 – 1000 МГц, плюс-минус. Ну а RX 460 – 1100. Это номинальная его частота работы. Частота памяти 7870 до 5000 МГц. В свою очередь RX 460 имеет до 7000 МГц. В случае RX 460 выполнена от фирмы PowerCall, поэтому здесь всего лишь один вентилятор, и здесь есть проблемы с охлаждением. В этом случае HD 7870, как вы могли заметить, имеет нестандартную систему охлаждения, нестандартный радиатор. Кто хоть как-то разбирается и возможно мог заметить, что здесь приделан радиатор от R270, тоже Radeon. По посадочным местам он подошел идеально, поэтому сюда и прекрасно встал. Видеокарта стала более габаритной, но в то же время стало лучше охлаждаться. Очень удивляют эти видеокарты по разнице в энергопотреблении. Несмотря на частоты памяти, несмотря на объем памяти, здесь на RX 460 не имеется доп. питания. В свою очередь на HD 7870 доп. питания имеется. И дополнительно имеет два разъема по 6 пин. Естественно, по энергопотреблению здесь всего лишь 75 Вт, а здесь 225 Вт в номинальной работе. Вообще я сравню две разные видеокарты с разными мощностями, ну и в принципе они даже не совсем в одной ценовой категории. Причина простая. Здесь имеется разрядность шины 256 бит, а здесь 128. И это может в корне повлиять на некоторые процессы при работе с компьютером. Например, я хочу проверить ее, как она рендерит, будет ли она лучше, чем моя RX 460. Вот это все мы сейчас и проверим. Конечно же, никто не спорит, что в играх, где важен объем видеопамяти. Естественно, будет лучше RX 460, потому что здесь 4 гигабайта, а здесь всего лишь 2. Но разрядность шины может сыграть злую шутку с RX 460, потому что здесь всего лишь 128. Будем проверять, будем смотреть. И первая видеокарта, которая отправится на проверку, это RX 460. Устанавливаем ее в наш сетап, достаточно слабый. Здесь у меня очень слабый процессор, но в принципе нам важно сравнить видеокарты в одинаковых условиях. И да, у вас есть огромная возможность опустить мой блок питания VX500, сказать, что он скоро сгорит и все такое, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Начнем с проверки RX 460 в бенчмарке. И по итогу 3DMark выдал нам следующий индекс производительности, свою оценку. Ну теперь давайте произведем рендеринг через Adobe Premiere Pro. Двухминутный ролик, выставляем формат H.264 кодек, разрешение YouTube 1080 Full HD и приступаем. Таким образом на рендеринг видео двухминутного у нас ушло 8 минут 39 секунд. Такие показатели нам дает Radeon RX 460. Под нагрузкой данный вентилятор выдает очень высокий уровень шума. Ну а теперь давайте приступим к тестированию второй видеокарты HD 7870. Данная видеокарта нуждается в доп. питании. 6 пин X2. У меня всего лишь один идет от блока питания. Второй мы возьмем, запитаемся отсюда с помощью переходника. Итак, доп. питание установлено. Обратите внимание, какой огромный радиатор от R270. С теплотрубками. Сам радиатор большой и два вентилятора. Я думаю, что она будет очень тихая. Авторазгона здесь не имеется, но мы можем немножечко поднять частоту. Попробуем сделать примерно так, как было на RX 460. В первую очередь запускаем Benchmark 3D Mark и проверяем, какой индекс производительности он присвоит данной видеокарте. А теперь мы можем сравнить HD 7870 и RX 460. Вот такой индекс производительности у нас имеется на HD 7870. Вот такие показатели VPS. Ну и самое основное, почему я вообще взялся за этот ролик, для чего мне это сравнение. Я хочу выяснить, как в Adobe Premiere Pro у нас будет рендерить обе эти видеокарты. И сейчас мы приступаем ко второму тесту. Ну и здесь можно подвести небольшой итог. HD 7870 все-таки оказалась чуть быстрее в рендеринге. Не намного, но все же быстрее. Вы помните, RX 460 выдал у нас 8 минут 39 секунд. В итоге мы понимаем, что HD 7870 справилась на 24 секунды быстрее. Но если учесть, что HD 7870 намного слабее, чем RX 460, в плане всех параметров, кроме шины. И здесь я могу сделать свой личный вывод, что все-таки размер имеет значение. То есть разрядность шины. Ну а теперь давайте посмотрим, как поведут себя обе видеокарты в играх. Я думаю, что вам будет это интересно. Продолжение следует... Ну и по итогу хочу вам сказать, что даже в играх HD 7870 не уступает RX 460, несмотря на объем памяти. Я думаю, что каждый сделает для себя вывод и учтет все, что ему нужно из этого ролика. Я лично предлагаю сделать вывод, что обязательно обращайте внимание при покупке видеокарты на разрядность шины. Она сыграет огромную роль в мощности вашей видеокарты и в ее возможностях. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Всего вам хорошего и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok